В свой итоговый отчёт мэр города начал с важных для Череповца цифр доходной части бюджета в этом году более 12 миллиардов рублей. По сравнению с 2020-м сумма увеличилась почти на 3 миллиарда. Эти средства привлекли в город на Шексне через национальные проекты. Около 600 миллионов – это то, что к нам пришли трамваи в рамках нацпроекта «Экология» федеральной программы «Чистый воздух». Ещё порядка 600 миллионов – это строительство двух детских садов в рамках нацпроекта «Демография». Порядка 400 – это решения, которые принимались на городсовете в марте этого года. В основном это был свой бюджет. Ещё несколько сот миллионов – это проект «Оздоровление Волги», реконструкция наших очистных сооружений. Дополнительные средства также удалось привлечь на продолжение расширения Шекснинского проспекта и строительство северной объездной дороги. По шестиполосному проспекту уже ездят автомобили, а северную объездную к весне подготовят для асфальтирования. Закончен капитальный ремонт путепроводной развязки в створе улицы Архангельской. На финишную прямую вышла и главная городская стройка. Идёт сборка центральной пролетной части, собирается у нас воды отдельными металлоконструкциями. Как видите, всё ближе и ближе, когда всё состыкуется. Отдельно мы решили показать пилоны с вантами. Когда поднимаются деконструкции, центральные части их сразу крепят на ванты. Высота пилона будет 122 метра. На последнем совещании с губернатором уже было 106, потому что уже 110 перешли. Строители обещают закончить пилоны к Новому году. Успешным был и этот сезон уже традиционных для города проектов. Так, на девяти улицах Череповца капитально отремонтировали асфальтовые покрытия по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 79 дворовых территорий преобразились в рамках проекта «Комфортная городская среда». Заметно обновился парк городского общественного транспорта. По маршрутам курсируют 77 новых газовых автобусов, 11 трамваев «Левиат» и один «Богатырь». При этом транспорт планируют полностью перевести на бескондукторную систему оплаты. Положительные отзывы получили и новые для Череповца проекты. В этом году в порядок привели 63 участка тротуаров. В многоэтажках появились 88 новых современных лифтов. Не остались без внимания и спортивные объекты города. Этой осенью для любителей экстрима открылся современный скейт-парк и три фокота. А лыжный стадион за акционом готов уже наполовину. Продолжается ремонт школ и детских садов. В дошкольных учреждениях уже удалось заменить 100 веранд. Череповецкие улицы освещают 3000 новых светодиодных светильников. А за порядком в общественных местах следят 220 камер видеонаблюдения. В городе стало больше зон отдыха. По проекту «Народный бюджет ТОС» благоустроили 9 скверов и 21 общественную территорию. После подведения итогов журналисты задали мэру волнующие горожан вопросы. Будут ли применяться меры стимулирования, о которых говорили, более масса пересадки на общественный транспорт в связи с закрытием Октябрьского моста? Мы добавим количество общественного транспорта, сделаем в городе для них дополнительные выделенные полосы, для того, чтобы общественный транспорт двигался очень быстро. Поэтому я уже так в будущее заглядывал. Я думал, что тем, кто за ШК и поедет большую часть на завод ездит, будет очень комфортно оставить машину на парковке около моста. У нас там есть огромная парковка в Окея. Вот есть там ату и так далее. Пересесть на общественный транспорт, сесть на работу, вернуться, сесть обратно в машину и поехать по магазинам. Для зрителей волнуют такие местечковые порой вопросы. Сейчас самый популярный – это уборка снега. Вот как бы сделать, может быть, так, чтобы оперативнее они могли отправлять себе куда-то жалобы? Самое быстрое – это звонить диспетчеру спецавтотранса. У определенной технологии, если выпал снег, его не убрать сразу, потому что будут получаться накаты, мы уже пробовали, у нас там вот трясучка. Потому что сначала это поливается, посыпается, потом уже несколько часов, чтобы все это перемешалось, только потом начинается уборка морда. Причем она не ведется в час пик, потому что если мы выйдем там с 7 до 9 утра или в такое же время вечера, там с 6, то город просто встанет. Задать свои вопросы Вадиму Германову все желающие смогут 23 декабря. На нашем канале пройдет прямая линия с мэром. Старт в 19 часов 30 минут. Мария Ебеленко, Сергей Павлов. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова